Видите вот тот вот чемодан? В этом чемодане все мои деньги. Но на самом деле денег там уже нет. История о моей поездке в Европу. Распаковка, анбоксинг и показываю вам мои вещи. И показываю вам мои вещи. Я вернулась из моего последнего путешествия в Европу. Когда я там была в инстаграме, я выкладывала сторис с моими покупками, с пакетами. И спросила у вас, хотите ли вы, чтобы я сняла видео с распаковкой этих самых покупок, которые я там сделала. И абсолютное большинство из вас просто завалило мне инстаграм директ. Как я могу моим подписчикам отказывать в том, о чем они меня попросили? Что находится в этом огромном чемодане позади меня? Он большой. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал. Тык, включай сюда уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего никогда не пропускать. А мы приступаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Я купила себе вот такой вот пуховик. Мне безумно понравился его цвет, потому что он такой очень... Я забыла слово. Очень пастельный, очень нежно-розовый. Правда, мне кажется, он довольно-таки холодноват будет на зиму, поэтому даже не знаю, когда я буду его носить. Мне понравился он, потому что он достаточно коротенький. Это очень удобно, особенно для меня. Я люблю именно короткие пуховики. Плюс у него есть горло, что тоже дополнительный максимальный плюс. Хайлайтер Круэлла Девиль. Вы просто себе представляете? Это хайлайтер Круэллы Девиль. Обалдеть! Я когда это увидела, я поняла, что отдайте мне это, я это покупаю. И купила. Кстати, будет очень интересно протестировать эту косметику, хорошая она или плохая, потому что косметику Дисней я еще ни разу в своей жизни не то чтобы не пробовала, да я ее вообще не видела. Так что, ну... Я считаю, надо попробовать, а вы как думаете? Далее было вот это. Это такая специальная штучка, чтобы делать печеньки. На Новый год я обязательно в порядке буду печь имбирные печенья. Я обожаю имбирные печенья, я умею их готовить. Представляете, она умеет готовить, боже мой. Ладно, комовая обман, вы, конечно же, я не умею готовить. Или умею. Тяжело понять, когда человек говорит в саркастической манере не саркастические вещи. Завернула. Печеньки. Кстати, вы любите имбирные печенья? Я офигеть как их люблю. Но я не знаю почему, но моя любовь к ним включается только в новогодний период. Причем именно где-то начиная с числа с 22-го, то есть когда уже тут Рождество на носу, когда уже вот Новый год приближается, тогда я просто обожаю имбирные печенья, и мне хочется их печь и прям быть такой максимальной пуской. Ставь лайк, если ты тоже пуска. Это орешки. Я люблю орешки. Мне нравится то, что в Германии орешки стоят дешево, поэтому я всегда привожу себе орешки, чтобы их есть. У меня есть нечто интересное. Розовое и в блестяшечках, в сияшечках, потому что видео-бьюти-блогер не может обойти без сияшечки. Зацените, это термос для водички. Я когда его увидела, увидела этого кота из Алисы в Стране Чудес, я поняла, что мне оно надо, учитывая, что я в последнее время занимаюсь спортом. Ого, представляете, я стала заниматься спортом уже, правда, с лета. Однажды я вам, наверное, об этом расскажу, но это не точно. Вот, так что теперь мне нужна красивая вот такая вот бутылочка, чтобы во время спорта пить водичку. Так, кстати, когда смотрите видео до конца, давай обязательно представь, что я твоя подруга, лучшая подруга, или просто очень хорошая подруга, ну или просто знакомая. И в этом чемодане один из подарков для тебя. Вот, что бы ты хотела больше всего от меня получить? Ну так, чисто ради интереса, что бы вы хотели получить от своей близкой подруги на Новый год или на день рождения? Очень короткий черно-розовый топ. Спешл фор фотки инстаграм, поэтому подписывайся на мой инстаграм, я что за ретопик что-то покупала, в котором я буду фото делать. Думаю, что вам очень интересно посмотреть, что же находится в коробке под названием Гуча. Вот, коробка Гуча. Что ж там? Давайте откроемся вместе, посмотрим с вами. В коробке был пакет. Все, это моя новая сыночка Гуча. Ладно, шучу, не смешно, шучу. Это был... Это ремень. На самом деле ничего необычного, ну просто ремень с большой золотой пряжкой. У меня просто не было ремня с большой золотой пряжкой, а мой старый ремень, в котором я обычно ходила с большой серебряной пряжкой, мне надоел, поэтому я купила себе вот этот вот ремень. Это маска. Эта маска создана для того, чтобы охлаждать зону вокруг глаз. Вы кладете ее в холодильничек, она там охлаждается, а потом, когда вы себя плохо чувствуете, или когда у вас опухшие глаза, вы накладываете эту маску себе на лицо, релаксуете минут 20, и у вас идеальный фейс с утра пораньше, даже если все очень неприятно. Ну, вроде как у нее такая цель, но это не точно, я в этом не уверена. Короче, масочка мне очень понравилась, мне понравилось то, что она такая розовенькая, у нее там какие-то штучки есть, их можно прям вот так вот делать, это очень ня, и мне понравилось ня. Дальше у меня вот такая вот тушь, я купила ее в продуктовом супермаркете. Кстати, однажды я ее проводила тоже одной из моих подруг. Вроде тоже зашла, неплохая была, но себя тоже решил купить. Купила себе огоньки. На самом деле не знаю, что здесь показывать, потому что здесь особо много ничего не покажешь, но это типа огромная-огромная лента, вроде как целых 12 метров огоньков с желтым светом. На моем заднем фоне вы видите голубой свет, но они мне немножко жиндоели, хочу желтый цвет теперь, поэтому купила себе новую упаковку. Если вы смотрели мое прошлое видео с распаковкой покупок из Германии, то вы наверняка видели вот это вот. После этого видео одна из моих подруг написала мне о том, что она безумно сильно хочет попробовать это кофе, и я ей его привезла. Она подсадила на это кофе всю свою семью, даже бабушку. Она рассказывала мне историю о том, что к ним постоянно теперь домой приходит в гости бабушка, и просто я сделала ей этот напиток. Короче, говоря, вот, теперь я являюсь спонсором, кофейным спонсором их семьи. Потом следующее, что было в чемодане, это вот такое вот зеркало. Его я тоже купила в подарок. Когда я увидела это зеркало, я поняла, что мимо просто пройти вообще никак не будет, уже нельзя. Оно прекрасного совершенно розово-металлического цвета, я, по крайней мере, такой цвет просто обожаю. И еще оно с подсветкой. Накладные ресницы. Одни из них я оставлю себе. Вторые я подарю моей подруге, потому что, когда я увидела коллекцию Disney в магазине, коллекцию косметики Disney, я поняла, что мне просто очень надо максимально оттуда все. А когда я увидела Алису в стране чудес, моя подруга просто безумно сильно любит эту сказку, безумно сильно любит этот мультик. Я поняла, что ей вот очень понадобятся накладные ресницы. Кстати, она дико загоняется под накладным ресницам. Ну, а себе взяла такие в надежде на то, что я когда-нибудь смогу их налепить себе на глаза. Также в чемоданчике была одна из моих самых-самых любимых вещей. Это накладные ногти. Я купила себе сразу 4 штуки. Они все разные. Вот эти я уже себе покупала. В принципе, мне они понравились. Тем более за ту цену, за которую они стояли. Сколько, по-моему, 3 или 4 евро, но не больше. Я взяла и мне прям вкатило. А вот эти я купила вообще на распродаже. Они стоили по 1 евро. Это в районе 70 рублей. Ну, и просто как-то стыдно было даже их не купить. Они голографические и, по-моему, очень-очень классные. Piece of shit. Королевский piece of shit. Да, это король пуп. Прекрасно. Обожаю. На самом деле, я купила эту игрушку неспроста. Тут нет ни одной покупки, которая была бы просто так совершена. Потому что, когда я была маленькая, я безумно любила такой аниме-сериал, как диджей-мон. В общем, в этом аниме один из персонажей был Сука-мон. Сука-мон это piece of shit на ножках и на ручках. Боевое piece of shit. А еще там был не просто этот Сука-мон, но также кинг Сука-мон. Да, это была королева щита. Король щита, если быть точнее. И когда я увидела это, я поняла, что это просто... Это просто мое детство во плоти. Знаете, я не уверена в том, что мое детство можно назвать счастливым, если оно у меня ассоциируется с королем какашкой. Прянички вот такие. Мы с мамой ездили в город, который называется Нюрнберг. Это в Баварии находится. Мы ездили туда на рождественскую ярмарку. И она сказала, что в Нюрнберге очень крутые пряники. И сказала мне, чтобы я их взяла и отвезла в Москву своим друзьям дать попробовать. Так что накупила пряник. Всем вот раздам. Ну, не всем, потому что у меня явно больше, чем три друга. Сильно больше, чем три друга. Но кому-то достанется. А кому-то достанется что-то другое. Тени для век из того же магазина с косметикой Диснея. Здесь у меня Урсула. И мне очень понравились вот эти вот цвета. Они такие странные. И вообще эта палетка такая крутая, такая странная, что я поняла, что мне надо. Орешки. Опять-таки, кто смотрел мое прошлое видео, знаете, как сильно я люблю вот эти вот орехи. Просто от них я схожу с ума. Орешки с медом и солью. Это лучшее, что я когда-либо ела. Ну, серьезно. Не считая супа фубо, наверное. Обожаю. Нереально обожаю. Безумно нравится. Поэтому купила только две упаковки. Потому что, к сожалению, у меня больше не было места. Но мама сказала, что скоро приедет ко мне в гости. Поэтому она обещала мне провести побольше, чем вот это. Чтобы я жила счастливой и не отказывала себе в орехи. Смотрите, какая милота. Это я купила одной из моих подруг. Она очень сильно любит всю эту рождественскую тематику. Так что я ей отдам прям вот при встрече, когда мы с ней встретимся. Я очень переживала, чтобы это не разбилось. Но нет, все хорошо с этой коробочкой. Она даже не помялась и не испортила свой вид. Поэтому я прям безумно рада. Вы видите кружечку. Это кружечка в таком свитере. По-моему, это очень забавно. Свитер в форме оленя. У кружки, у кружки свитер в форме оленя. Что просто. Там еще находится набор для приготовления горячего шоколада вместе с маршмеллоу. И я просто очень надеюсь, что моей подруге это понравится. И она оценит. С мамой зашли в магазин. Она себе покупала вещи. И я решила, что тоже куплю себе вещи. Но на самом деле, ладно. Не слушайте весь этот бред, который я несу. Целенаправленно заходила. Потому что вела переписку с одной из моих самых близких подруг. И во время этой переписки я у нее спросила, как ты относишься к шалям Луи Виттон. Она сказала, что они ей очень нравятся. Поэтому это подарок для моей подруги. Я взяла две шали. Серебряную и розовую. Вот одну из них я отдам подруге. А другую оставлю себе. У моей подружки скоро день рождения будет. Я ее безумно сильно люблю. Она сказала, что безумно сильно любит эти шали. Поэтому я считаю, что это будет вполне себе неплохой подарок. Кстати, смотрите, как классно он смотрится. Переливается. Просто вообще огонь. Так что я прям очень надеюсь, что ей понравится этот подарочек. Да, кстати, я знаю, что она и ее мама сейчас смотрят это видео. Поэтому, пользуясь случаем, я передаю вам привет. У меня для вас подарок. Ну, и для мамы, для ее тоже у меня подарок есть. Но он не здесь. Он у меня в отдельном месте лежит. Потому что он не из Германии. Две упаковки конфеток. Честно говоря, я никогда не пробовала эти конфетки. Но почему-то мне безумно понравилась их упаковка. Особенно то, что вот здесь вот нарисовано. Когда ты не хотел, но показываешь его. Хватит тебя, дети смотрят, тупица. Фу. В общем, мне понравилась эта конфетка орешек. Я надеюсь, что они меня не подведут и будут вкусненькие. Вот я съем одну сейчас. Пахнет. Пахнет офигительно вкусно. Она такая большая, смотрите. Я сейчас заплачу. Это настолько вкусно. Просто сумасшедшим. Что вы знаете о блаженстве? Если вы не ездили эти конфеты, то ничего не знаете. Обалдеть. Обалдеть. Бьюто-блендер из магазина в Германии из Продуктового. Выглядел как обычный бьюти-блендер. Стоил как совсем необычный бьюти-блендер. Обычный бьюти-блендер там в районе 20 евро стоил. А этот стоил, по-моему, 2 или 3 евро. Я решила попробовать. Вдруг реально окажется классная вещь. Почему нет-то? Тени, тональный крем, пудра и еще одна пудра. А также подводка. В этом пакете были камушки. Здесь розовый вот такой вот камень, розовый вот такой вот камень. И пакетик с рандомными камушками, так сказать, секретный. Открывать его не буду, чтобы она тоже не знала, что ее ожидает. Да, так вообще ненавязчиво проспойлерила все свои подарки. Но вот маленький пакетик открывать не буду. С-стильно. Сейчас у меня в руке помада. Помада с Круэллой Девиль. Обычно у самого такого красно-бордового темного цвета. В принципе, я такой цвет люблю. Особенно носить его вот таким вот образом, как тинт. Но это пока все, что я хочу о ней сказать. Просто прикольную упаковку, поэтому купила. Также еще купила вот такой вот подарочный небольшой набор всевозможных пилочек для ногтей. Здесь тоже вот Урсула и Круэлла Девиль. Вот, подарю какой-нибудь моей подружке, которая загоняется по ногтям. Они многие загоняются по ногтям. Я еще поэтому не решила, кому именно. Но вот такую вот классную штучку я им подарю. Блин, когда увидела вот это, я поняла, что мне это нужно. Это накладные ресницы на магните. Давайте, кстати, сейчас запротестируем, они наденутся или не наденутся. Насколько хороша или плоха была эта покупка. Этот глаз у меня получилось сделать с первого раза. Этот только с третьего, потому что я постоянно промахивалась мимо. Но в целом хочу сказать, что, наверное, как альтернативно для тех, кто вообще никак не может научиться наклеивать ресницы, очень даже неплохая. Последняя крупная коробка, это вот такая вот нереально красивая кружка с единорожкой. Мне она безумно понравилась. Я ее, когда увидела, сразу вспомнила об одной еще моей подружке. Поняла, что ей это очень надо. И, соответственно, вот купила ей. Надеюсь, что ей понравится эта кружка. Она будет пить из этой кружки свой чаечек или кофеечек. Я не знаю. Ну, на самом деле, я знаю, но не буду говорить этого. Сразу поймите, кому эта кружка предназначается. Хотя я думаю, что вы и так уже поняли. Если вы реально любите залипать на такие видео, то обязательно посмотрите мое видео с прошлой поездки в Германию. Там было еще больше вещей. Реально, там было еще больше вещей. Так что, хорошего вам просмотра и пока!